Сегодня в Светлогорском районе прошел областный семинар по проекте «Школа молодого керавника агропромыслового комплекса». Сроду дельника у директора сельгазпродприемства без великого опыта керавания, а так само молодые специалисты, которые находятся в резерве кадров на посады керавников господарок. Какие пытания включили в парадок дня семинару, ведают наши корреспонденты. У плане досягнений у сельскох господарцей Светлогорский район махчыма и не самый передовый, але знаемства с мясцовым вопытом для потенциальных керавников лишним не будет. Темболь, что значная частка огученных подчас семинару проблем характерная и для ищих регионов. Бадай самые значные, выкликаны низкими ураджаями зерневых. Негативный уплыв оказала протягла засуха. Летость у Светлогорском районе по этой прышине загинула амальпалова посева. В этом году в плане унесли коррективы и отдали перевагу за сухоустойливой кукурузе. Будем основной упор производить на посадку кукурузы. Это максимальный балл. Вы, если обратили внимание, у нас 25 баллов пашни, что можно не получить. И еще климат, видите, как сменился в южную сторону. Это максимально, что можно получить только с кукурузы. Недобор ураджая отбовным чином поплывал и на объемы отриманной живеологодучей продукции. Иншая справа, что состарелая техника не дозволила некоторым господаркам убрать выращенное в оптимальный термин. С этой нагоды селета для сельгаз-предприемства в Гомельской области плануется набыть около 1500 одинок разностайных машин. От грузовых авто до корма из божеуборочных комбайнов. Значную частку техники, которая была заденечена на палетках в последние 10 годы, отрамонтуют. В Светлогорском агросервисе, прожатого, створили техничный обменный пункт. Теперь корысть принесут агрегаты, которые ранее подлягали утилизации. Уходим на хозяйство, по остаточной стоимости выкупаем двигателя, ремонтируем их, выставляем на дальнейшую продажу и перепродажу. То есть хозяйство приезжает в период уборочной массовой пассивной компании, приезжает и пользуется нашими услугами. Приводит свой двигатель старый, мы им даем обменный новый. Только экономичными пытаниями размова на семинары молодых керавников не обмежавалась. Сегодня от працанников необходимо не только потребовать выполнение планов, а и створать для этого ответственные умовы. Молодые керавники часто не надают этому пытанию належные уваги. Если руководитель пришел работать, он должен работать. А если есть у нас примеры, что с одного предприятия в другое, в третье, хотя сегодня уже принято решение, ушел с одного предприятия сельскохозяйственного, нечего идти во второе. Проект «Школа молодого керавника сельскохозяйственного предприятия» на Гомишине реализуется с минулого года. После завершения семинара у Светлогорского его удельники кажут, что одного дня для обмену в опытом недостатково. Но и за этот час и она отримала шмат корыстной информации, которая может потребиться на директорской посаде. Много чего нового узнаем. Животновосток, у меня в хозяйстве вообще нет животновосток. Только занимаемся возделыванием овощей, защищенного грунта и открытого. Поэтому для меня это очень хороший семинар, очень много чего интересного узнаем.